привет всем сегодня у меня снова распаковка маникюрных посылок с алиэкспресс давайте начнем с самой большой сборной посылки в мусорном пакете так 24 дня шла ко мне эта посылка и здесь еще две маленькие первая вот такая была с каким-то купоном или я не помню в распродажу как-то брала полная стоимость 179 мне обошлось в 144 рубля 86 копеек здесь у меня силиконовые коврики палитра можно на них можно их использовать как палитру краски разводить смешивать или же отпечатывать стемпинг брала специально три набора всех разных трех цветов что у продавца были заявлены розовый белый и черный но продавец мне к сожалению положил два розовых комплекта даже не связался со мной не спросил устроит ли меня такая замена или нет открыла я спор вернули мне деньги за один из розовых наборов буду искать такой же белый буду заказывать еще раз и вторая посылочка из сборной обошлась мне 277 рублей 95 копеек это комплект из двух мешков для пылесборника у меня пылесос с алиэкспресс реплика ультимейт макс по моему да называется на 65 ватт мне ее муж порезал разобрал и встроил стол пользуюсь вот таким образом мешки полностью совпадают с теми которые были с тем одним единственным который был в комплекте с моим пылесосом пошит хорошо качественно швы везде ровненькие ткань плотная хорошая покупка шли лотом они продавца еще есть четыре мешка еще одна посылочка маленькая тоненькая фольга 54 рубля 0 2 копейки стоила шла ко мне 8 недель здесь у меня фольга цветочная никогда не покупала фольгу которая отпечатывается полностью на весь ноготок вот решила попробовать заказала себе такой комплект это мой первый комплект такой фольги в наборе заявленного продавца 16 таких кусочков тоненькая фольга 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 здесь разноцветная ну да 16 кусочков 4 сантиметра они шириной что-то у меня где-то сорвался рисунок 4 сантиметра шириной и 20 сантиметров длиной все эти кусочки эта посылка стоила 145 рублей 26 копеек шла ко мне 8 недель здесь у меня два комплекта ромашек палита для выкрашивания цветов дизайнов комплект из молочных типсов тут по 20 штук на колесе и комплект прозрачных ромашек в каждый комплект входит по 5 таких ромашек то есть в итоге вы получаете за что там они стоили не помню уже за эту сумму вы получаете 100 тренировочных типсов и еще по поводу плотности но мало того что их здесь 20 вот на этой моей старой ромашечки тут всего 18 и вот эта моя старая ромашка она одноразовая я выкрашиваю если что-то в каком-то из обзоров на эту палитру цвета и потом я просто выкидываю потому что она очень хрупкая вот посмотрите какая тоненькая ножка и они зачастую то перекручиваются то отламываются хранить их смысла я не вижу а вот на этих ромашках довольно такая толстая ножка очень крепкая ромашка вот такие можно выкрасить и хранить долгое время эта посылка стоимостью 346 рублей 34 копейки шла ко мне восемь с половиной недель и здесь у меня продукция снова от венолиса продолжаю я покупать лаки из последней серии венолиса вот двузначные номера у них это у нас должен быть нормально здесь нет этой вот полосочки чтобы распечатывать как она называется язычок распечатала коробку это у нас должен быть песочный цвет ну не совсем он конечно песочный скорее светло горчичный ну в принципе у меня такого тоже нет недавно я выяснила что у меня нет ни одного песочного нет ни одного пастельно-желтого поэтому я также заказала этого должен быть пастельно-желтый 300 и 937 номер из самой первой серии у венолиса должен быть забеленый ну да вот это вот то что я хотела желтый выкрасим его с вами сегодня и вот не он то о чем я говорила на прошлой коробочке не было вот этого язычка здесь есть фиолетовый не он какой яркий он не фиолетовый он ярко сиреневый яркая роза фуксия очень красивый выкрасим тоже попозже эта посылка шла ко мне 65 дней 508 рублей стоило и здесь у меня продукция от ткани вот здесь еще два желтых для разнообразия моей коллекции 140 и 84 номер 140 это у нас но он неоновый такой мне был не нужен неоновых у меня много но выкрасим с вами позже на палитру посмотрим номер 84 ну вот это забеленый по желтее чем какой у меня здесь был 937 этот более пастельный оттенок а этот более яркий тоже выкрасим с вами на палитру и еще одна позиция в посылке от ткани это вот такой вот топ 15 миллилитров большой стеклянный пузырек долго можно пользоваться после вскрытия 24 месяца два года и фишка его в том что это топ с липким слоем сейчас довольно сложно найти топ с липким слоем а я считаю что каждому мастеру обязательно нужно иметь в своем арсенале такую продукцию он иногда бывает просто необходим топ очень жидкий как верхнее закрепляющее покрытие я его не использую но как первый слой в двух даже иногда в трех слоях топа очень даже мне пригождается выручает меня и также хочу вам показать у меня есть база тоже давно покупаю эти базы база такая же из этой же серии тоже 15 миллилитров и она такая же жидкая тоже она не для выравнивания но если вам нужен именно тоненький слой базы она довольно крепкая долго и хорошо с ними носятся ноготки и раз уж у нас зашла речь про кани покажу вам еще парочку база и топ только уже вот в таких пузырьках тоже по 15 миллилитров база такая же как и вот в этом флаконе очень жиденькая правда я ее еще на руках не пробовала не делала с ней маникюр но я больше чем уверена что она будет точно такая же как и это в носке а вот топ хоть нигде и не указано что этот топ у нас каучуковый но он очень густой вот этот топ я давно использую на клиентах на себе на руках отлично носится долго не затирается нравится мне эти топы и последняя моя сегодняшняя посылка шла ко мне восемь недель 581 рубль мне обошлась здесь у меня куча красок от джиди куку с разными эффектами так значит так 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 вот вот эти две красочки это у нас с эффектом меха внутри должны быть как ворсинки еще не распечатывала не пробовала без вас распечатаю потом с вами выкрасим розовый и голубой цвет так здесь у меня шесть цветов это ну как их назвать краски йогурт у продавца не называются шиммером с блеском там должны быть черные крупинки ну в эффект йогурта тоже распечатаю без вас и выкрасим еще две здесь какой-то белый гель с шиммером даже как-то у него толком ничего в описании не сказано ну вот морская ракушка надпись посмотрим как она вблизи и здесь у меня черный витраж тоже краска и вот такая вот маленькая штучка это у нас я конечно не ожидала что вот объем посмотрите у всех у них по 5 миллилитров никакая банка причем эта банка у нее очень большая резьба широкая и банка плотно не закрывается как я не крутила не вертела не закрывается и что у нас здесь металлик silver база базовый гель но я не думаю что эта база это скорее всего просто металлизированный цветной гель ну теперь давайте я все это распакую и приступим с вами к тестированию ну и начну я с тестирования фольги буду делать это впервые поэтому не судите меня строго у меня есть вот такие три трансфер фойл геля от таких разных фирм выкрасила я их уже все на типсы и дала остыть по одной минуте или даже больше первую берем венолиса даже не знаю чем это лучше ой ну вот уже что-то у меня съехала чем это лучше делать рукой или силиконовым спонжем ну вот так у меня получилось не полностью конечно отпечатывает но это у меня виде как руки руки крюки так следующий вот этот вот как он правильно майор диджит или как пробуем еще раз смотрю у девчонок в тестировании так все легко и просто получается у меня вот опа опа отлично отпечаталась так вот это лучше клеить чем от венолиса и пробуем розалинт мне все-таки руками удобнее не знаю как на клиенте что-то по моему тоже плохо отпечатывается вообще никак не отпечатывается вот смотрите что получилось однозначно вот этот фаворит из моих клеев буду конечно пробовать еще набивать руку лак канни номер 140 неоновый без подложки на прозрачной типсе ну в принципе довольно яркий красивый но говорю что у меня таких уже много так следующий тоже к не 84 номер и и пока я тут готовила типсы рассматривала лаки я обнаружила что этот лак 84 ткани один в один похож на номер девятьсот тридцать восемь от венолисы из их первой серии вот я его нашла давайте их выкрасим прям рядышком и сравним по моему прям вот они монет нет не такой девятьсот тридцать восьмой такой более плотный чем восемьдесят четвертый как бы в нем белил побольше вот такие три цвета получаются следующие девятьсот тридцать семь тоже от венолиса первая серия это уже пастелька да вот именно такой мне лака был нужен желтый пастельный бледный в один слой так теперь это у нас песочные 78 новая серия от венолиса у меня скорее напоминает капучино цвет не песок у вас как-то смотрится более оливковым каким-то на самом деле все таки в нем коричневого больше чем зеленоватого так и последний лак это не он якобы фиолетовый на самом деле яркая фуксия очень яркий и кстати очень плотный обычно неоны у нас такие полупрозрачные требуют белой подложки а этот посмотрите какой плотный цвет вот они в один слой сейчас я их просушу перекрою вторым слоем и вам покажу ну и вот все мои цвета в два слоя под топом показываю вам их на белом фоне как они выглядят и вот как они выглядят на руке неоновые 140 и номер 5 кстати пятый номер в лампе не светится но он очень яркий и плотный что в принципе для такого цвета очень хорошо онионов так я вообще таких не видела что были такие плотные а теперь давайте выкрасим наши красочки вот это h02 от же дику к 5 миллилитров как-то серия здесь на баночке она сахар сахарный цвет вообще-то здесь два вида блесток третье черные и золотые давайте выкрашивать очень жидкая красочка и полупрозрачная ух ты сколько же ее слоев понадобится выкрашивать в лампу одну выкрасим вместе с вами сколько бы слоев не понадобилось а ну вот уже поплотнее вторым слоем ложится ну да уже намного лучше в живую смотрится как какой-то камень в лампу и третий слой но я думаю трех слоев достаточно в лампу следующая краска h03 из той же серии вот так она в баночке тоже золотистые там блестки с вами буду выкрашивать один слой без вас уже остальные два перекрою топом покажу вам тоже очень полупрозрачная краска в лампу эта красочка у нас h05 тоже золотистые блестки в лампу краска более темная я вот не понимаю почему нельзя выпустить гель лаки с таким эффектом но только в бутыльках собственными кисточками чтобы можно было проще накрасить это все дело в лампу 0 8 серо-голубая так а здесь что-то я не пойму то ли золотые то ли серебряные блестки нет все таки серебряные хочется нанести слоем потолще но так как эта краска я переживаю вдруг не просохнет кстати эта краска самая плотная пока вот этот номер 0 8 самый плотный из тех которые были в лампу передняя краска с таким эффектом номер 10 тоже вот непонятно то ли они золотые то ли серебряные как у восьмого номера блеск очень очень мелкий крохотный сложно понять каким цветом он отливает вот последние две самые плотные в нанесении в один слой прям отлично перекрывают но я конечно положу два и вот они все эти красочки в три слоя все имеют два блеска черный и еще какой то на этих двух последних непонятно то ли серебро то ли золото на первых четырех явное золото вот напоминает мне какой-то камень с прожилками золотыми ну конечно какой я сейчас не скажу а это у нас краски с эффектом меха п-03 это вот такая розовая в розовом гель-лаке плавают черные и красные ворсинки меховые тоже очень полупрозрачные у меня их всего две давайте наверно с вами выкрасим столько слоев сколько понадобится в лампу второй слой ну и мне кажется достаточно двух слоев вот эта краска легла в два слоя лампу и еще одна п-04 здесь три цвета вот этих ворсинок красный синий и черный тут у меня коты дерутся на заднем плане не обращайте внимание лампу и второй слой я думаю этих вот с мехом два слоя будет достаточно даже на прозрачной типсе хорошо перекрывает а уж ногтевую пластину нашу перекроет еще лучше сушим и вот они два этих цвета в три слоя и под топом сложно конечно показать что эти частички они разного цвета они такие мелкие что у меня камера не хочет фокусироваться еще одна краска это уже витраж l32 черный цвет не спрашивайте зачем я все это набираю это уже диагноз я мимо пройти не могу какого-то товара которого у меня еще нет у меня видимо олеголизм но хуже наносится конечно чем лаки в ламп второй слой мне кажется он не очень-то прозрачный полосит очень сильно не нравится мне эта краска слишком она плотная для витража еще и полосит в нанесении в лампу и третий слой одну радует стоили они недорого эти красочки что-то там в районе 50 рублей в лампу и вот что у меня получилось в три слоя взяла также на другую типсу выкрасила прям хорошо отжатой кистью тоже положила три слоя думала может быть лучше ляжет не будет полосить но не так не так мне не нравится этот витраж продолжим одна краска как она там жемчужная ракушка номер я вам показала до ю 01 такая перламутровая вот это красивая красочка просто чисто белый перелив блеск белый в лампу второй слой мне кажется у меня сегодня такое затянутое видео простите меня в два слоя все еще очень полупрозрачная но я думаю она и в 3 в 4 будет полупрозрачная нужно выкрашивать на какую-то подложку в лампу ну и последняя баночка осталось выкрасить нам я специально так держу чтобы вам было видно надпись рекомендуется для металлического эффекта базовый гель металлик сильвер бейс гель крохотная маленькая которая толком не закрывается выглядит конечно красиво как расплавленный металл интересно он под топом как будет смотреться в лампу ну и вот мои три последние краски 1 витраж 2 перламутровая белый блеск и silver база и в конце быстренько хочу попробовать на вот эту серебряную базу выкрасить витраж вот у меня от вина лиса 86 витраж взяла чтобы получился у нас как бы зеленый металлизированный лак в один слой и вот такой эффект получается у этой серебряной базой под витражами зеленый это витраж 86 красный малиновый это 88 витраж от вина лиса но на этом у меня сегодня все спасибо всем за просмотр и особенно за терпение пока пока